Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, мы очень рады приветствовать в Москве и принимать премьер-министра Венгрии господина Органа. Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере, но надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов. Подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договорённостей, достигнутых в ходе нашего визита в Будапешт в 2019 году, наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу, конечно же, рассмотрели и ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнёром России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30 процентов, до 5,5 миллиардов долларов. Встречные инвестиции составляют почти миллиард долларов. С хорошей отдачей работает Российско-Венгерская межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. В ходе её очередного 14-го заседания в ноябре в Обнинске предметно обсуждены новые взаимовыгодные проекты в самых разных областях. Особое место в Российско-Венгерском экономическом партнёрстве традиционно занимает энергетика. Россия многие годы бесперебойно снабжает Венгрию топливом, обесвечивая порядка 55 процентов венгерского потребления нефти и свыше 80 процентов газа. Поставки российского природного газа в Венгрию осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были перезаключены в прошлом году и рассчитаны на период до 2036 года. Таким образом, венгерские потребители имеют возможность покупать газ по ценам ниже рыночных, спотовых, которые в последнее время существенно выросли в Европе. Важно и то, что через венгерскую территорию проходят традиционные магистрали, по которым российский газ поступает далее в Западную Европу. И Венгрия неизменно подтверждает репутацию надёжного партнёра в вопросах транзита российского топлива. И мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учётом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зелёной энергетике. Отмечу, что венгерский концерн «Мол» участвует в освоении российских нефтяных месторождений в Оренбургской области, где ежегодно добывается порядка 500 тысяч тонн нефти. Кроме того, в прошлом году «Мол» и «Татнефть» приступили к строительству в Нижнекамске современного высокотехнологичного завода по производству битума. Россия и Венгрия реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики. «Росатом» возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС «ПАКШ», что позволит увеличить мощность этой электростанции более чем вдвое – до 4 400 мегаватт. Обсуждалось сотрудничество в области промышленной кооперации, в частности, важный российско-венгерский проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов в третьи страны, в Египет, прежде всего. По состоянию на начало текущего года египетские железные дороги уже получили 600 вагонов, новых современных и комфортабельных вагонов. Ещё согласно контракту предстоит поставить 700 вагонов. Это же загрузка наших предприятий, обеспечение работы достойной заработной платой на наших людей. Мы с премьер-министром Орбаном затронули также вопросы налаживания грузоперевозок из Китая через Россию в Венгрию в страны Южной Европы и Балкан. Рассчитываем, что совместное предприятие в этой сфере, о создании которого договорились наши страны, заработает уже в первом полугодии нынешнего года. Россия и Венгрия плотно взаимодействуют в области медицины и производства лекарств, по-партнёрски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как известно, Венгрия первой в Европе одобрила и стала применять российскую вакцину «Спутник Ви», а также признала российские сертификаты о вакцинации. В прошлом году в Венгрию поставлено 2 миллиона доз этого препарата в планах локализации его производства на венгерской территории. Кроме того, прорабатывается вопрос о поставке вакцины «Спутник Лайт», которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей. В числе других примеров успешного российско-венгерского взаимодействия в медицине отмечу участие холдинга «Гидеон Рихтер» в модернизации фармацевтического комбината в Егорьевске. Кроме того, вместе с венгерскими партнёрами в Обнинске построен завод, который производит высокотехнологичные импланты и эндопротезы. В ходе переговоров, разумеется, уделили внимание и тематике гуманитарного взаимодействия. Действует программа сотрудничества в области культуры на период до 2024 года. В прошлом году с успехом прошли Дни российской духовной культуры в Венгрии. Между нашими странами активно осуществляются обмены по линии научных и академических сообществ, проводятся выставки, концерты, другие культурные мероприятия. Венгерские студенты учатся в российских вузах, в том числе и на бюджетной основе. Хотел бы особо поблагодарить венгерскую сторону за высказанную поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки Экспо-2030. Как известно, наша страна уже на протяжении 170 лет является неизменным участником международного выставочного движения. Была представлена на первое Экспо в Лондоне в 1851 году, однако ещё никогда не проводила Всемирную выставку на своей территории. И очень рассчитываем, что такая возможность будет предоставлена Москве, одному из наиболее динамично развивающихся мегаполисов, общепризнанному лидеру по внедрению в городскую среду цифровых, экологических и других инновационных технологий. При рассмотрении международной проблематики затрагивалось нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом. Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. Ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушения которых приобрело там системный характер. Венгерские партнёры, как мы знаем, предпринимают энергичные попытки для того, чтобы эту проблему тоже решать. Мы также провели обстоятельный обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности. Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января у США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьера-министра, что принципиальные российские озаботенности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО. При этом, игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом, ссылаются на право государства свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело лишь не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счёт безопасности других государств. В заключение хотел бы выразить признательность господину Орбану за продуктивную совместную работу. Уверен, что итоги наших переговоров послужат дальнейшему укреплению российско-венгерского многопланового партнёрства. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Добрый день, здравствуйте. Я хочу поблагодарить вас, господин Путин, за возможность вести переговоры с вами сегодня. Сегодня из-за вируса мы встретились в необычном формате. Я никогда в жизни ещё не сидела за таким длинным столом. Но, тем не менее, несмотря на расстояние, я очень доволен тем, что мы так долго и так подробно смогли с вами обсудить все актуальные вопросы. Мы с вами уже сотрудничаем 13 лет, а сегодня уже встречаемся 12 раз. Из-за геополитических событий в мире будет непреувлечением сказать, что нынешняя встреча является самой важной. Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский Союз, он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в Европейском Союзе, который бы хотел разразить конфликт с Российской Федерацией. И это особенно важно и для нас в Средней Европе. Я смог рассказать, как мы интерпретируем историю. Когда между Западом и Востоком создавался конфликт, то мы всегда оставались в проигрыше. Холодная война, длинные годы холодной войны для Венгрии принесли горе и страдания. Поэтому мы, венгры и другие народы Средней Европы, мы заинтересованы в том, чтобы снизить напряжение между Западом и Востоком и сделать все возможное, чтобы предвратить холодную войну и чтобы снизить давление и напряжение. А в данной ситуации, чтобы это не произошло, требуется диалог и переговоры. Я приветствую диалог между Россией и нашими западными союзниками. Я, как я сказал вам и говорю всегда нашим союзникам, говорю о том, насколько важно продолжить эти переговоры, этот диалог, и как важно применить все возможные инструменты дипломатии, чтобы решить конфликт и напряжение. Что мы можем предложить? Мы можем предложить венгерскую модель. Существует в политике венгерская модель. Мы являемся членами НАТО и Европейского Союза. Тем не менее, мы можем поддерживать отличные отношения с Россией. Это возможно. Что для этого требуется? Это взаимное уважение. Венгрия от президента Путина всегда получала уважение. И это уважение мы также и проявляем в сторону Российской Федерации и президента Путина. Хоть и прошлый год оказался трудным из-за пандемии, тем не менее, этот год, в прошлые дни, был самым успешным в сторонних отношениях наших стран. Потому что с помощью нашего сотрудничества мы смогли решить крупные проблемы и преодолеть трудности. Во-первых, мы нуждались в вакцине в нашей борьбе с пандемией. И благодаря вашему решению, 900 тысяч человек в Венгрии смогли получить российскую вакцину. А второй важный вопрос, это вопрос, касающийся энергообеспечения. И благодаря вам, господин президент, мы смогли продлить долгосрочный договор о поставке газа из России. Как оказалось, действительно, долгосрочные соглашения обладают большой значимостью. Как мы об этом говорили, мы планируем еще увеличить годовую поставку газа на 1 миллиард кубического метра. И мы будем вести переговоры по этому поводу в будущем. В Венгрии скоро построится завод, который будет производить разные виды вакцины. Так, например, будет и производить вакцину «Спутник Ви». Я надеюсь, что в будущем вскоре мы сможем об этом договориться и приступить к производству. Что касается здесь строительства атомной электростанции, мы надеемся получить последнюю лицензию вскоре, что означает, что автоматически процесс перейдет во вторую фазу, то есть фазу сооружения. Это будет большим достижением для нашей страны, так как мы хотим создать энергонезависимость страны. И хотим это делать наиболее климатически нейтральным путем. В рамках венгерско-российского сотрудничества мы смогли учредить совместную железнодорожную кампанию. Также новосозданный интермодальный терминал играет очень важную роль в грузопоставке из востока со стороны Китая в Западную Европу. Эта совместная железнодорожная кампания будет играть очень важную роль в предоставлении такой возможности. Мы также говорили о том, чтобы мы смогли начать другие и новые авиасообщения между нашими странами. Мы думаем, что если будут открыты новые авиасообщения, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в сторону. Из двух городов, из Екатеринбурга и из Калининграда также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. И по этому поводу мы также получили здесь обещание на будущие переговоры. Поэтому позвольте мне вас поблагодарить за наши сегодняшние переговоры. И мы надеемся, что и в будущем мы также успешно сможем проводить наше совместное сотрудничество. Большое спасибо за возможность, господин президент. Коллеги, приступаем к вашим вопросам. Предусмотрено по два вопроса с каждой стороны. Пожалуйста, венгерские журналисты первые. Здравствуйте, Чаба Йо. Вопросы относятся к вам обоим. Скажите, пожалуйста, насколько после сегодняшних переговоров вы смогли увеличить и улучшить безопасность энергоснабжения? Спасибо большое. Господин премьер-мистр поставил ряд вопросов о решении нашего сотрудничества. Это касается энергетики, причем разных ее аспектов и поставки углеводородов, имея в виду объема поставляемого газа. Это касается атомной энергетики, это касается логистики, сферы транспорта, промышленного производства и сельского хозяйства. Прямо в ходе переговоров с господином премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно действительно сейчас внимательно посмотреть на баланс самой Российской Федерации после прохождения осенне-земнего периода. Но поставка большего на 1 миллиард объема газа для нас не думаю, что будет какой-то большой проблемой. Мы понимаем вопросы, которые поставлены премьер-министром. Объемы газа в ПХГ Европы где-то сократились до 40 примерно процентов физических объемов. На следующий год будут проблемы, наверное, возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что мы объемы дополнительные согласуем. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то, я думаю, в начале апреля. Но в целом согласован. То же самое касается, скажем, обхода Будапешта. Господин премьер-министр вопрос поставил. Я думаю, что мы решим вопрос. Он пока не знает. Пока шел сюда, я дополнительную информацию получил от РАО РЖД. Это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии. 2 миллиарда долларов – это возможный объем для такого проекта. И обход Будапешта можно будет сделать. Это касается работы в сфере атомной энергетики, обучения специалистов, решения некоторых вопросов производства ядерного топлива и так далее. То есть, я думаю, что я полностью согласен с господином премьер-министром. Наша совместная работа сегодня, почти пятичасовая, она была весьма успешной практически по всем направлениям. Сельское хозяйство активно еще не обсуждали в разных аспектах, в том числе и по линии решения энергетических вопросов. Я хочу это сказать журналистам из России, что сегодня в Западной Европе стоимость газа и электричества возросла в 2-3 раза. Это для людей, это большие проблемы. Одним исключением мы можем назвать Венгрию. В Венгрии мы в течение многих лет осуществляем снижение коммунальных затрат. И тут одним из самых важных условий является российский газ. Если есть российский газ, тогда мы дешево можем снабдить им венгерские домашние хозяйства. И если нет российского газа, тогда мы этого сделать не сможем. Поэтому с точки зрения венгерских людей, очень важно то, что мы подошли очень близко к договоренности по поводу того, что на 1 миллиард кубометров больше будет нам Россия поставлять ежегодно. Таким образом, мы окончательно обезопасили снабжение Венгрии. А что касается атомной электростанции в Пакше, в 2030 году в результате этого энергетическое обеспечение Венгрии на 90% будет покрываться из этого. То есть без Пакша соответствующей экологической венгерской политики быть не может. Но сегодняшние переговоры к этому внесли свой вклад. Егинственный интерфакс. Здесь уже упоминалось сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Погромче немножко, пожалуйста. Сотрудничество в борьбе с коронавирусом уже упоминалось на пресс-конференции. Мне хотелось бы узнать, когда можно ожидать начала производства спутника ВИН на территории Венгрии. Можно ли ожидать закупок спутника ЛАЙТ для ревакцинации населения Венгрии. И, может быть, производство спутника ЛАЙТ уже по патенту тоже на территории Венгрии. Вот обсуждался ли этот вопрос? Если позволите, я начну. Я так понял, что на политическом уровне никаких проблем для этого нет. Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала спутник ВИИ. Сейчас ведутся переговоры по поводу спутника ЛАЙТ. Она может быть, как я сказал, бустерной вакциной для ревакцинации. Тех, кто даже прививался другими вакцинами, европейского, американского производства. И мы прорабатываем сейчас вопрос по производству спутника ВИИ в Венгрии. Работа идет, она носит технический характер. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Что касается применения спутник ЛАЙТ в Венгрии, нужно получить 7 разрешений, из них 6 уже предоставлено. Так что в ближайшем будущем Венгрия закупит вакцину спутник ЛАЙТ. Мы такая страна, где доступны все вакцины. И так как у нас очень положительный опыт накоплен в отношении вакцины спутник ВИИ, будет правильно, если в распоряжении венгерских граждан и эта вакцина будет доступна. Мы запустим модулярного типа завод, который начнет работу в конце этого года. И мы там сможем производить и спутник ВИИ, если договоримся об этом, а почему бы мы не смогли договориться. Поскольку Венгрия признала спутник ВИИ и зарегистрировала его, то поставленный сегодня господином премьер-министром вопрос о увеличении количества авиационных рейсов на Венгрию будет рассмотрен и думаю, что в ближайшее время решен будет положительный. Вопрос со стороны Венгрии. Благодарю вас. Вейла, Вереш, я хочу спросить, что во время переговоров обсуждались ли какие-то новые аспекты экономического сотрудничества, о которых мы до сих пор мало что слышали. Благодарю вас. Во-первых, нужно знать, что российская экономика в результате санкций, которыми была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, тогда вы увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе. И Россия является страной не только прежних, но и новых возможностей. Мы сегодня тоже вели переговоры о различных новых возможностях. Кстати, политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила такое импортозамещение в таких областях, в которые раньше мы поставляли свой товар, то есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом, что некоторые страны, в том числе и Венгрия, потеряют в результате этого рынок. То есть политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве цели. То есть это санкции, это такое средство, которое заведомо обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой бы то ни было страны. В Венгрии была осуществлена крупная инвестиция на венгеро-украинской границе, где был создан терминал. Он очень современный и он намного быстрее способен осуществить перегрузку грузовиков, чем в любом другом месте в подобных терминалах. Это огромная возможность. И мы сейчас вели переговоры о том, что мы создадим совместное российско-венгерское предприятие по перевозкам. И я думаю, что это мы с успехом сможем реализовать. И это увеличит успех венгерской экономики и позволит нам использовать хорошее географическое положение Венгрии, пригодное для транспортных маршрутов, для трубопроводов, для магистралей, для железной дороги. Так что сейчас совместно с Россией мы сможем этим хорошим географическим положением воспользоваться. Я отвечал в этой части на первый вопрос и в этой части сказал о том, что в сфере логистики у нас есть хорошие возможности. Хочу подтвердить то, что сейчас было сказано моим коллегой. Действительно, руководство РАО РЖД считает это одним из возможных проектов для реализации. Более того, готовы даже создавать по предложению премьер-министра соответствующие совместные предприятия для развития этой транспортной инфраструктуры. Мы тоже в этом заинтересованы и готовы работать здесь, а также и по другим направлениям. Я уже упоминал про сельское хозяйство, говорил, но есть традиционные сельские хозяйства, поставки на наш рынок венгерской продукции, а есть не совсем традиционные. Это введение в сельхозоборот российских земель сельхозназначения и производство таких товаров, которые в высшей степени востребованы на мировых рынках. Таких товаров немало, мы сейчас об этом говорили. Вот это как одно из будущих возможных направлений деятельности. Добрый день. Вопрос к обоим лидерам, если позволите. К премьер-министру Венгрии, как к лидеру страны, входящей и в Евросоюз, и НАТО. Как вы можете оценить переговоры, сортовавшие Россией с Альянсом, США и УБСЕ? И вопрос российскому лидеру. Вы только что сами сказали, что в полученных от США и НАТО ответах на наши инициативы основные наши озабоченности проигнорированы. Но все же хотелось уточнить, как, в какой форме вы дадите ответы на эти бумаги и, главное, что ответите? Может, сейчас уже приоткроете немножко и содержание этих бумаг, и свой ответ? И как можете обрисовать ситуацию с безопасностью вокруг Украины? Ведь в Киеве уже звучат заявления, что если минские договоренности выполнить, страна расколется. Ситуация сложна, и отличия значительны. То, чего желает Россия, мог узнать весь мир. И очевидно, что ответы данные на эти опасения, то есть потребности в безопасности со стороны России и ответ НАТО на это пока еще очень далеки друг от друга. Это расстояние, хотя оно и велико, но его непреодолимым назвать тоже нельзя. Я убедился сегодня в том, что эти отличия в позициях могут быть преодолены, и можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать мир, безопасность России и то, что будет приемлемым для стран-членов. Так что такая договоренность возможна, и я очень надеюсь на то, что переговоры в последующие дни недели приведут к такому соглашению. Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток, ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности Инберии. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли, и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томогавки. То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Но это разве не угроза для нас? Теперь, говорят, следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. А теперь по поводу выполнения минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять. Нам всё время ставят в вину, что мы не выполняем минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти минские соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создаёт аналогичные угрозы для себя. Вот это всё вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учёта интересов друг друга. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединённые Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чём дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооружённый конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жёсткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендерцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путём. И таким образом всё равно втянуть в нас вооружённый конфликт. Вот если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьёзному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы. Ну, мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Эстонии, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других. Ну, вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность, и просим обратить на это внимание. Ведь что можно… Вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? В НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан. И те же США, та же НАТО может сказать, в том числе и Украине, мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? И надо найти способ обеспечить интерес и безопасность всех участников этого процесса – и Украины, и европейских стран и России. Но только это возможно сделать при серьёзном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Мы договорились вчера и с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним. Надеюсь, что мы, в конце концов, найдём это решение. Хотя он и простой, мы отдаём себе в этом отчёт. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов. Спасибо, коллеги. Спасибо.